доброго времени суток дамы и господа сегодня мы по просьбам трудящихся рассмотрим довольно таки интересный индикатор даже не индикатор а целая вспомогательная информационная система для торговли которая выполнена в форме индикатора вот называется она news leader инструмент для чтения новостей но помимо собственно отображение и отображение новостей это этот индикатор умеет выполнять еще очень большое множество функций предоставлять огромное количество информации ну давайте как обычно начнем с установки скрываем архив с нашим индикатором здесь мы видим две папки experts и templates их нам нужно будет скопировать наш установленный терминал metatrader 4 и уже все установлено так как обычно соглашаемся на замену при совпадении имен все устанавливаем после этого заходим уже открываем наш metatrader 4 открываем любой график любой валюты ну в индикаторе есть как общая информация которую можно располагать и читать любого абсолютно график любой валюты так и есть некоторые вспомогательные функции помогающие определить тренд и художе нужно в этом случае если вы хотите их использовать то на определенную пару который вы торгуете следует пишите на этот индикатор и так открываем график нужно на валютной пары таймфрейм любой правой кнопкой мыши шаблон с индикатором в комплекте идут множество шаблонов раз два три четыре пять шесть семь восемь девять шаблонов мы разберемся для чего они нужны на самом деле просто часть функции отключена в некоторых шаблонах давайте включим шаблон all total то есть у нас высветится именно вся информация которая предоставляется этим индикатором так вот вы обратили уже на внимание появилась у нас информация в правом верхнем углу у меня уже все настроено но у вас же когда вы в первый раз установите шаблон на график появится вот такое окошко это скриншот потому что чтобы его вызвать нужно все сбивать все настройки вот у вас появится вот такое окошко всплывет здесь нужно нажать да и откроется интернет explorer индикатор работает именно с интернет-эксплорером интегрирован именно на то чтобы получать данные именно из этого браузера я его тоже не использую этот браузер но тут собственно нужно 1 раз настроить и как говорится забыть после нажатия да у вас откроется страничка настройка 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 времени на календаря форекс-факторе экономических календаря мы не раз разбирали как его настраивать как им пользоваться поэтому просто еще раз настройте время вашего чистого пояса но уже в интернет-эксплорере я уверен вы наверняка пользуетесь другим браузером так как интернет-эксплорер очень медленный вот в этот раз нам нужно настроить именно интернет-эксплорере чтобы индикатор мог брать эти данные и на основе них выводить правильное значение времени выхода новостей и так dst он off летнее время включено выключено часовой пояс находите если живете в на территории московского времени то выбирайте gmt плюс 3 ну и летнее время включено выключено время формат времени до четырехчасовой удобнее и начало недели оставьте без изменений пусть будет с воскресенья и жмем save changes все после этого эту страницу мы можем закрыть и это окошко соответственно тоже исчезнет мы переходим в наш терминал возвращаемся к нашему индикатору теперь после того как мы установили время все должно показываться как нужно давайте по немножко внимательнее рассмотрим что же именно за информацию показывает нам наш индикатор для начала здесь мы увидим вверху на верхней панели время в различных финансовых центрах время gmt т.е. время погринучий время в нью-йорке лондоне сидней и токер далее мы видим название валютной пары на котором установлен наш советник ее текущая цена выделена большим шрифтом красном и как она изменяется вот эти все индикационные окошки мы рассмотрим чуть позже это отдельная речь будет об этом идти здесь мы видим текущее время моем случае московское время так как я живу на территории московского времени здесь вы будете видеть и время которое сейчас данный момент на вашем компьютере где далее вот здесь видно время брокера то есть время на часах в терминале метра до 4 у вашего блокера где недели файды вот сейчас пятница и число 1 июля допустим далее вот здесь мы видим ниже собственно валюта новость которая будет выходить текущее значение которое уже вышло если она уже вышла если она еще не вышла тут будет пробил естественно прогноз и предыдущее значение в общем все как на сайте форексфакторе только в уменьшенной форме сгруппированной отображается на графике по цветам красным отображаются наиболее важные новости оранжевым новости среднего значения и желтом новости которые имеют слабое или на деле практически никакого влияния они обычно не имеют то есть следует обращать внимание именно на время выхода новостей которые отречены красным ну и иногда и оранжевые новости производят какое-то воздействие но обычно не сильно как правило белым таким никаким цветом вот мы видим по в канаде какой-то праздник сюда банковский и поэтому он отмечен белым не торговый день таким же был образом будут отмечены и какие-то праздники в сша или европе также мы можем изменить отображение новостей жмем список индикаторов у нас установлен один индикатор свойства находим параметр которая называется ньюс шоу и еще утру это показывать не показывать новости news сайт то есть вид отображения новостей мы можем использовать их всего два один и два то есть у нас сейчас стоял первый если поставить второй то будет чуть меньше информации сейчас я вам это покажу как мы видим теперь мы не видим значений прогноза предыдущих значений в принципе они нам не интересно нам интересно какое было сейчас значение оказалось ли она хуже прогноза то вот тогда будет отмечен такой квадратик красным то есть это плохо для валюты оказалось выход новости хуже прогноза нейтральный то есть равен прогнозу примерно это будет отмечено серым кубиком лучше прогноза будет отмечено зеленым кубиком после того как новость уже вышла как часто обновляются новости ведь когда выходит новость провождая каждая секунда вообще когда нет новостей когда между выходом новостей индикатор будет обновлять свои данные раз в полчаса чаще собственно я тут и не надо а когда в момент выхода новости за 5 и начиная за пять минут примерно то индикатор будет обновляться каждый 30 секунд пока новость не выйдет и мы не получим значение каким оно оказалось лучше прогноза хуже так далее вот вот такие два способа два вида отображения новостей возможно в этом индикаторе и давайте рассмотрим дополнительные данные которые предоставляют нам индикатор да кстати забыл упомянуть что для корректного отображения всех этих дополнительных данных нужно чтобы как можно большее количество пар было в окне обзора рынка поэтому щелкан на нем правой кнопкой мыши набор символов forex all для того чтобы быть уверенными что индикатор все отображает правильно теперь давайте посмотрим это поближе здесь мы видим название валют доллар евро фунт франк канадский доллар астралийский иена и новозеландский доллар и вот такие вот столбики что же это за столбики у каждой валюты есть каждой валюты есть белый столбик красный зеленый и вот такой с желтой белый столбик это сила валюты за последние 6 месяцев красный за 1 час зеленый за 4 часа за последние и желтый за последние 24 часа как понять сила валюты валюты сравниваются на основе двадцати двух пар за обозначенный период времени и рассчитывается сравнивая все эти двадцатые пары рассчитывается сила для каждой отдельной валюты по сравнению с другими то есть все познается в сравнении если поближе посмотреть вы также можете видеть цифры 3046 под каждой валютой это ее сила от 0 до 9 значения возможно за последние 24 часа и также мы можем видеть здесь вот такой параметр кластер скрэнч и вот такая полосочка которая заполняется красным и зеленым здесь на показывает как соотносятся округленные значения силы наших валют вот допустим у нас валютная пара откид график валютной пары фунт доллар нам показывает указатель что сила этих валютных пар соотносятся как 6 к 3 точнее не как 6 к 3 а сила фунта округленно за последние 24 часа 6 доллара за последние 24 часа округленно 3 вот мы видим юсд 2,7 то есть округленно будет 3 а фунт эти 7 округленно будет 6 то есть в данной ситуации фунт практически в два раза сильнее чем доллар и что мы будем соответственно делать логичнее при таком имеет такую информацию продавать продавать доллар и покупать фунт то есть эту валютную пару нам следует купить так как ее рост весьма весьма возможен на основании вот этих показателей ниже мы видим те же самые то же самое сравнение сил валют но уже за последний час не за последние 24 часа за последний час это для более краткосрочной торговли эта информация будет более полезно за последний час здесь не отображается видит данные данные отображаются в виде цифр только за 4 часа ведь за последний час их можно видеть вот только в таком округленном виде в качестве соотношения точнее это не соотношение а именно сравнение вот за последний час у фунта сила 5 округленно а у доллара 2 округленно по-прежнему сохраняется сила фунта намного больше и больше чем два раза сильнее доллара и соответственно пару лучше покупать при таком раскладе также можно следить вот за этими столбиками и на основе них делать выводы именно по времени этот белый столбик это у нас напоминаю 6 месяцев сила валюты за последние 6 месяцев и если краткосрочном каком-то периоде сила валюты упала то она скорее всего вернется к значениям 6 месяцев последних тенденция обычно стремится продолжится тут точно также можно сравнивать и более мелкие таймфреймы красный столбик у нас за один час показывает силу валюты зеленый за 4 часа и желтый напоминаю за 24 часа опять же если за последние 24 часа была сила валюты выше то и логичнее ее будет покупать на 4 часах ну это все стоит именно не брать как есть а использовать как дополнительный фильтр к своей системе также забыл упомянуть здесь у нас пишется спред текущий свопы на бай и на сэл то есть комиссии брокера при переносе позиции на следующий день какую он взимает за этого операцию далее также стоит упомянуть про баланс вот здесь именно рассчитывается соотношение как относятся сила двух валют вот наши текущий пара вот на 24 часа тоже верхний вот этот тоннельчик это 24 часа а второй за это один час также здесь если для уточнения с 24 часа сила двух валют отображается в сравнении и за последний час здесь показывается баланс пары чем это отличается от верхнего кластер страничь от силы валют в паре здесь может быть два низких значения допустим сила валюты давайте вот найдем у нас франк два значения и доллар 2 и 9 у нас было бы соотношение валютной пары из дчф точнее сравнение двух сил доллара и франка отображалась бы как 3 и 2 это не означает что то есть они могли отображаться именно два низких значения могли быть а в балансе пары отображается именно баланс насколько в каком соотношении одна валютная валюта сильнее другой в нашей паре также вот за последние 24 часа и за последний час то есть насколько одна валютная пара сильнее другой как они соотносятся вот их не осила соотносятся как 72 или 5 к 4 за последний час если валютные пары что же стоит упомянуть у них у обоих сила очень маленького допустим юзды чрев то есть доллар франк если у обоих парк маленькая сила то такие такую пару лучше не трогать оставить в покое так как скорее всего она будет метаться вверх-вниз и никакого четкого тренда у нее не будет так как обе валюты в ней на текущий момент слабые также у нас есть инструмент который называется тренд принт это довольно таки трудно объяснимая вещь словами за этим нужно наблюдать прежде всего здесь мы видим вот такие желтые красные зеленые и белые точки как говорит автор это этого индикатора инструмент основан на показаниях никаких индикаторов на пяти различных таймфреймах с разными параметрами при этом еще и он отображает нам именно словно отпечаток тренда его следы оставлены словно ботинками желтые и красные точки движутся быстрее всего они показывают нам именно на и последнейшие наиболее моментом движение тренда который именно происходит сейчас за ними следует зеленые и потом уже белые то есть как бы скоростью точек слева направо уменьшается движение что нам это может дать если точки вот как сейчас раскиданы по всей поверхности окошка вот этого маленького предназначенного для этого инструмента то марк рынок находится в зоне неопределенности и в такие моменты лучше не входить если бы были все точки внизу и начинали потихоньку начиная желтых и красных подниматься наверх то здесь мы имеем небольшую вероятность процентов 25 того что тренд сейчас сменится с понижательного на восходящий если все точки именно лежат прицепились к низу то тут у нас возможно два варианта что либо очень сильный тренд либо рынок находится в зоне перекупленности или перепроданности перепроданности если точки внизу расположены прилеплены и соответственно можно либо купить на основываясь на том что начнется какая-то коррекция смеется тренд либо наоборот следовать текущему сильному тренду за этим индикатором лучше наблюдать потому что и как я уже сказал это именно нужно прочувствовать как движутся эти точки они могут это довольно таки интересное вообще наблюдение именно ранний сигнал могут если допустим ваша система уже готова дать сигнал но еще немножко не хватает до того чтобы именно сработали все 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 именно индикаторы встали на свое место как требует ваша система этот индикатор тренд принято может дать вам именно знак того что да уже можно входить чуть раньше заработать какие-то дополнительные пункты или наоборот уберечь входа вот в такой вот непонятный рынок вот сейчас вечер пятницы уже все закрывают позиции трейдеры во всем умиру и вот такой рынок лучше не входить то есть и сигнал вашей системы в этом случае тоже лучше проигнорировать также осталось последнее что стоит рассмотреть мы видим вот такую вот покрытую красными зелеными разноцветными кубиками стеночку заборчик назвать здесь и каждый столбик у нас подписан м1 15 30 h1 h4 d1 W1 м а здесь это как вы уже догадались с таймфрейм каждый столбец означает таймфрейм м1 минутки 15 минут 30 час 4 часа день неделя месяц и здесь показываются вот такими цветными кубиками значение индикаторов первый наш верхний горят это значение макди на различных таймфреймах второй ряд это значение комбинации из индикаторов осцилляторов эреса из тоха стекла и си seei seeing it а вот второй ряд поселеди некоторые это и значение вот этой комбинации этих кондикаторов на различных таймфреймах и последний наш ряд разноцветных кубиков это различные значения на различных таймфреймах трех скользящих средних сейчас мы это с вами чуть подробнее рассмотрим что за как понять допустим сейчас обозначается красным магди что это обозначает сейчас мы с вами все это раз смотрим начнем с магди нам автор дает вот такую вот картинкушку которая обозначает соответственно что и что за цвета вообще что значит и так напоминаю что магди это верхний ряд вот этих наших кубиков на различных таймфреймах отображает текущее направление для которой магди и так мы видим что вот такой коричневатый коричневатый цвет обозначает то что магди находится выше нуля но его направление понижательное то есть уже есть признаки к снижению но еще нулевую линию маги не преодолел красный цвет обозначает что магди ниже нуля и продолжает снижение темно-зеленый цвет обозначает что магди еще ниже нуля но начал движение наверх такой темно-зеленый цвет это обозначает и светлый зеленый цвет означает что магди находится выше ноля и продолжает свое движение выше следующий наш серединный ряд кубиков на различных таймфреймах это комбинации как я уже говорил из Stochastic CCI и RSI здесь вот вы видите на рисунке что мы видим когда находится выше уровня 60 и продолжает движение вверх все три этих осциллятора то будет светло-зеленый цвет когда еще между уровнями 40 и 60 будет вот такой желтоватый цвет ниже уровня 40 будет красный цвет вот такое объяснение цветов нам дает автор индикатора и последнее что нам стоит рассказать упомянуть это нижний ряд здесь отображаются разными цветами значение трех скользящих средних что мы видим вот такой темно-зеленый цвет это означает что линия пересеклись и DC лица не снизу вверх то есть это обозначает что нам сигнал к началу именно к началу всходящего трента поэтому но и здорово от светло-зеленый цвет обозначает что линия да уже пересеклись пересекались и продолжают движение вверх Темно-красный цвет обозначает, что линии вот только что прямо пересекаются сверху вниз, то есть обозначают начало тренда вниз А более светло-красный цвет, обычно красный цвет, не темный, обозначает, что линии уже пересекались сверху вниз и тренд вниз продолжается Напоминаю, что три сказочных средних обозначаются вот нашим нижним рядом кубиков На разных таймфреймах, M1, M15, M30, CHS, H4, дневные, недельные и месячные графики К этим отображения цветов, вначале только кажется, что все это сложно в голове держать, потом поливы кальш Вернемся на наш график, что также стоит отметить Здесь, вот как вы заметили, есть такая отдельно стоящая свеча Что она обозначает? Вот у нас открыт таймфрейм H1, то есть часовой Давайте увеличим немного Каждый бар, давайте сделаем свечами для наглядности Обозначает у нас движение цены пары фунт-доллар за час А что обозначает вот эта вот свеча, как бы висящая в воздухе, отдельно стоящая Это не что иное, как вид дневной свечи Это очень часто бывает полезным в торговле, даже на более мелких таймфреймах, чем один день Фит того, как именно отображается свеча Допустим, если вот мы видим такое изображение, что вообще вот вырисовывается доджи на дневной свече То в этом случае, возможно, стоит удержаться от торговли, потому что цена не знает куда идти Или если, допустим, дневная свеча уже нарисовалась очень большая, вот прям от открытия и до того момента, где вы сейчас торгуете, она растет То вот тоже, как бы, возможно, опасно входить Возможно, кажется, что данные, предоставляемые этим индикатором, и слишком, и бесполезны, но это не так Я вам советую понаблюдать за ними несколько дней, несколько недель И вы поймете, как их использовать вместе с вашей торговой системой Как с помощью этих данных по силе валют, по тренд-принту Определять возможные точки входа, где входить не стоит Таким образом, вместе с этим индикатором вы получаете даже своеобразный новый взгляд на торговую картинку На вашу торговую систему вы сможете теперь ее более точно фильтровать Настройки индикатора интуитивно понятны Настраиваются цвета, можно отключить отображение ненужных элементов Чтобы не загружать излишними данными ваш процессор И ускорить таким образом работу Ну вот, собственно говоря, и все, что я хотел сегодня рассказать Спасибо за внимание Видео записано специально для сайта tradelagopro.ru Оставайтесь с нами Продолжение следует...